МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с высоты пришлют налог. Жители агрессивно реагировали на это. Чтобы выявить нелегальные постройки, ряд регионов России пойдет на съемки дворов с квадрокоптера. Ждать ли этого в Татарстане, расскажет Рамиль Шайдулин. Вывести на чистую воду. Прокуждение уголовного дела за неисполнение решения суда. Как загрязнение озера Безымянное может дойти до уголовного дела? И сколько всего нарушений начитали экологи? В репортаже Альбины Минебаевой. Есть ли жизнь после колонии? Думают, как у нас как санаторий приходит. У нас обязательное крепление, человек должен работать. О том, как татарстанские заключенные проходят социальную реабилитацию. Сергей Хайдаров. Неравнодушных к теме мусоросжигательного завода пригласили в состав рабочей группы. Такое решение сегодня приняли на встрече Ильсур-Умедшина с жителями Салават-Куперея и ближайших поселков. Напомню, мусоросжигательный завод планирует построить около Осиного Зеленодольского района. Провести такой обстоятельный разговор с населением на эту тему казанскому мэру поручил Рустам Миниханов. О главных тезисах двухчасовой встречи Дмитрий Аринин. Ильсур-Умедшин сразу начался объяснение, откуда взялась необходимость строить мусоросжигательный завод. Так мусора в столице образуется все больше и с ним что-то нужно делать. Объемы мусора колоссальные. Мы с вами вырабатываем в год 600 тысяч тонн мусора. На сегодняшний день вокруг Казани под свалками официальными уже 115 гектар земли. Выход строительства мусоросжигательного завода. Такое под Казани должен появиться в рамках российской пилотной программы. Еще четыре хотят построить в Подмосковье. За основу взяли проект швейцарской японской компании. В таких заводах реализовано 600 в мире. 35% рынка они занимают во всем мире. 200 построены в Японии самой, 200 в Западной Европе и 45 в Соединенных Штатах Америки. Воспринимать, если это глазами не видеть, очень тяжело. Но когда мы приехали в 26-ти градусную жару и подъехали к заводу, и я только по трубе бликом видел, что завод работает, а в 400 метрах детский садик, в 500 метрах жилой поселок. И все же по поводу подобных предприятий у собравшихся немало опасений. О них и спрашивали мэра. Почему с самосыр вы не начали? Подкнули вы туда эту печку? Хорошо. Вопрос, что нет? Я вам отвечу. Строительство такого завода требует, кроме колоссальных средств, это порядка 23 миллиардов рублей, которые нам выделяют инвесторы, огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования несоответствующих дорожной инфраструктуре, которая не во всех точках Казани есть. Поэтому выбрана эта площадка. В Москве есть три мусоросжигательных завода. На сайт мусорокомониторинга поступило более 500 звонков с района МСЗ-4 о том, что там невозможно дышать. Мусоросжигающих заводов того уровня и той технологии, которой сегодня мы говорим, в России нет. Ни во Владивостоке, ни в Москве. То, что вы привели в пример, это кирогазы вчерашнего дня. Вы нам говорите, мы вам поставим фильтры хорошие, никакого вреда. А давайте вы свою семью в радиусе 5 километров поселите около этого завода, пожалуйста. У меня четверо детей. Достаточно будет, если один из них там будет жить в Николаевке. А я буду приезжать на выходные и ночевать там. Вдобавок к обязательным экологической и государственной экспертизам и проведению международной оценки, которую заявил Рустам Мениханов, Иль Сурмедшин предложил еще замерить состояние экологии на месте заводов в разных частях мира и сравнить ситуации в Казани. А самых активных участников встреч Иль Сурмедшин пригласил в состав рабочей группы по разработке будущего завода. Я предлагаю вам войти в группу и вместе, когда мы будем иметь замеры нынешнего состояния воздуха, и в том числе в Привозском районе, если вы захотите, и сравним с действующими заводами. Сегодня встреча в формате «Вопрос-ответ» шла около двух часов. Все невысказанные обращения Иль Сурмедшин предложил оставить для следующего публичного обсуждения. До свидания рабочей группы обещали проводить максимально открыто. Вопрос, насколько вот эта рабочая группа, которую предлагает мэр, вопрос, насколько у нее будут полномочия в решении вопросов. Мы сделали какой-то первый шаг, чтобы они нас не слышали. На 14 апреля намечена уже встреча рабочей группы с представителями компаний-инвесторов завода. Они должны представить детальную характеристику своего предприятия. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Нарушение антимонопольного законодательства. По данным статистики, за прошлый год цифры выросли, особенно в регионах. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, открывая заседание Государственного совета. Развитие честной и справедливой конкуренции президент назвал главной задачей для развития страны. Участие в заседании в московском Кремле принял и Рустам Миниханов. И сегодня же президент Татарстана вручил столице государственные награды республики. Обо всем по порядку в репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Первое в новом году и после выборов президента страны заседание Государственного совета в Кремлевском дворце вызвал заслуженный интерес средств массовой информации, в том числе зарубежных. Времени для раскачки нет, сразу заявил Владимир Путин, открывая заседание. Тема развития конкурентной среды касается набивших оскомину проблем. Когда лучшие госзаказы отдаются фирмам родственников, а крупные государственные компании вытесняют из предпринимательских ниш малый и средний бизнес. Доклад прозвучал неутешительный. По сравнению с 2016 годом ситуация усложнилась. 98% нарушений в сфере честной конкуренции в прошлом году пришлось на регионы. Владимир Путин подчеркнул, если не переломить эту инерцию, развиваться технически и технологически в стране будет сложно. Это говорит о том, что значение в стране должного этому не предается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо породить родному человечку. Ну, условно говоря, своим каким-то фермершкам, гупам, мупам, я еще об этом скажу. На самом деле, ущерб для экономики страны колоссальный. Регионы, которые попали в черный список ФАС, сегодня не называли. Рабочая группа госсовета выдвинул ряд предложений. В частности, для контроля за ростом тарифов, чтобы опять-таки утихомирить монополистов, повысить роль общественных советов потребителей, чтобы у граждан были большие полномочия. Даже наложить вето на рост тарифов в случае их неадекватности. ФАС подготовила нормативы, по ним власти на местах будут обязаны отдавать госзаказы на выполнение услуг частникам. И сегодня же в Москве Рустам Мениханов выполнил приятную миссию. Вручил награду известному представителю династии Демидовых, Николаю Ивановичу Демидову, которому в эти дни исполнится 85 лет. Человек, который прошел огромный жизненный путь, очень много сделал для нашей республики, для Советского Союза. И сегодня дело старшего товарища продолжает сыновья, внуки, братья. Бравый генерал-лейтенант, который покажет пример многим молодым, своей выправкой не скрывал волнения. Сегодня на лацкане пиджака засиял орден за заслуги перед республикой Татарстан. Все, что я делал, я делал для того, чтобы благодатные земли нашего родного Татарстана не то, чтобы не осрамить, не умрачить, а к этому тому же. Да, все делал. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Штрафы высокого полета. Беспилотники помогут сосчитать бани, гаражи и сарай. Чтобы внести надворные постройки в единый госреестр, скоро будет необязательно идти в БТИ. Неоформленные бани или гаражи местные власти смогут внести в базу сами. По данным госреестра, эта масштабная кампания придет в 13 регионов страны. Есть ли среди них Татарстан? Об этом Рамиль Шайдулин. Баню построили 4 года назад и сразу оформили. Сначала у Шариповых появилась баня, затем гараж и сарай. Все надворные постройки оформила БТИ. Иначе вместо налогов ждать штрафов за незаконное строительство. Привести все к одному знаменателю намерены в Федеральной налоговой службе. Найти и облагать налогом неоформленные бани, гаражи, сараи. Замечательно, пусть оплатят. Че я плачу, а другие не платят. Помочь в этом деле смогут дроны. Власти готовы обращаться к частным компаниям аэросъемки. Видеограф Наиль Иштыряков частные секторы снимает с прошлого года. Бывали случаи, когда жители агрессивно реагировали на это. Кто-то думал, что снимают именно их, то есть именно в окна залетают. Но в основном все понимают, что это нужно для чего-то. Специализация Наиля – коммерческие ролики, видео для рекламы и частных заказов. Что хотя и бывает, но редко. Если заказчикам станут госструктуры, то и работы прибавятся, уверены крупные игроки рынка. По степени сложности, лично для нас все виды полетов одинаковые. Главное, чтобы заказчики, а именно государство, обеспечивало документальным разрешением на аэросъемку. И как раз с этим, к сожалению, сейчас все плохо. Чтобы снимать на дроны сегодня, нужны специальные права и согласие от Росавиации. Но даже с разрешениями нет гарантий, что владельцы нелегальных построек не примут ответных мер. Захотят ли сами владельцы выставлять свое хозяйство на всеобщее обозрение или что-то, придется все же маскировать. Возможно, думать об этом еще рано. Программа постановки на учет недвижимости с возможным привлечением квадрокоптеров стартует в 13 регионах страны. Но Татарстана в списке заверили в республиканском Росреестре – нет. А новые бани или гараж ставят на учет по старинке в БТИ. Как минимум до конца года. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. За экологическую катастрофу на озере Безымянное в поселке Ореховка Зеленодольского района, возможно, ответят уголовной ответственностью. Об этом заявили сегодня следователи. По их словам, сейчас решается вопрос о возбуждении дела в отношении директора управляющей компании. В целом, о состоянии водных ресурсов республики сегодня говорили на пресс-конференции. Порядка двух тысяч нарушений выявили экологи в прошлом году. Как будут бороться за чистые воды Альбина Минибаева? Вот вообще здесь должны быть стоки нормы, чтобы можно было развозить рыбу. В ноябре 2017-го жители коттеджного поселка Ореховка остались без канализации. Отчистные закрылись судебные приставы. Было установлено сточные воды. Прямиком шли в озеро Безымянное. Руководство управляющей компании, по словам приставов, бездействовало. Никаких реальных действий по исполнению решения суда он не предпринял. Очистная находилась на балансе управляющей компании и уже сегодня следователи республики заявили, озеро загрязнялось по меньшей мере год. Пока речь идет о уголовном деле за неисполнение решений суда, не насыщенная материальными ресурсами управляющая компания, которая фактически не имеет полномочий по возможности по выполнению решений судов об очистке озера. А сейчас проводится, насколько я знаю, проектная работа. Фактически возникла даже сложность в выборе организации, которая имеет компетенцию по разработке проекта очистки озера. В работе еще одно уголовное дело по выбросам сточных вод на улице Беломорская. При этом Министерство экологии подчеркивает охрана водных ресурсов под особым контролем. В республике ждут решения от Москвы по финансированию проекта «Волга» на сумму больше 15 миллиардов рублей. От сточных вод сливневок и полей будут спасать кустарниками. У нас республика сама производит посадочный материал, такие возможности есть. Уже определены в качестве пилотного региона, это Артские и Высокогорские муниципальные районы, определены площади для проведения данных работ. По оценке экспертов, сейчас поверхность вот далека от кристально чистой. В целом по республике в 2018 обновят порядка 20 очистных сооружений. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В Татарстане на время весенней рыбалки летчиков вертолета Ми-8 МЧС переведут на круглосуточное дежурство. Уже завтра по Татарстану выставят 8 временных спасательных постов в местах массового выхода людей на лед, которые тоже будут работать в круглосуточном режиме. Все они оборудованы техникой, на каждом из них будет судно на воздушной подушке. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Защита ПЧС и основа военной службы. Раненых и военнопленных отконварирует штаб. С финала конкурса учитель года республики по ОБЖ. Слава, Мадуля. Домики для птиц. Мы помогаем птицам, развешиваем искусственные гнездо для привлечения их. Вместе с лесниками вешала скворечники Алина Бережная. После прокурорской проверки депутаты Шалинского, Шагалеевского и Янцеварского сельских поселений Пестричинского района досрочно сложили себя полномочия. Как сообщают представители прокуратуры, они не указали наличие недвижимого имущества в справках о доходах за 2016 год. Такие сведения они должны представлять по закону о противодействии коррупции. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес советов указанных сельских поселений представление с требованием устранить выявленные нарушения. После вмешательства надзорного ведомства указанные лица досрочно сложили с себя депутатские полномочия. Фарид Мухаммедшин вместе с другими представителями региональных парламентов в течение двух дней изучали работу передовых предприятий Томской области. Председатель Госсовета принял участие в заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по образованию и науке и Комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов. Здесь он представил опыт Татарстана. Фарид Мухаммедшин рассказал об особой экономической зоне Иннополиса и о сотрудничестве республики с иностранными партнерами в области информационных технологий. Также глава парламента поделился опытом цифровизации архива. По итогам было принято решение развивать региональные практики подготовки кадров для цифровой экономики. Прозвучавшие доклады и выступления представителей федеральных структур показывают, что регионы Российской Федерации активно включаются в процесс продвижения цифровизации экономики своих регионов. Не надо сказать, понимание с каждой встречи, с каждым разом все больше и больше. За это будущее нашей экономики, вообще образы жизни россиян. В Татарстане создадут центр по социальной адаптации бывших заключенных. Об этом сегодня журналистам сообщили на заседании общественного совета УФСИН. Такая работа в республике шла и раньше. Так, к примеру, в казанской колонии номер 2 существует адаптационный отряд. Что это такое в материале Сергея Хайдарова. Здесь проживают данные осужденные, которые были распределены комиссией. Сюда в специальный так называемый адаптационный отряд не так просто попасть. Во-первых, поведение должно быть примерным, а во-вторых, от свободы должны отделять месяц-два. Отбираем осужденных, переводим в этот отряд, помогаем восстанавливаем утраченные связи, необходимые документы. Сегодня вопросы и проблемы адаптации поднимали на заседании общественного совета при УФСИН России. За столом представители прокуратуры, суда благотворительных обществ. Сошлись в одном. Работать нужно не только с уступившимися, но и их родными. Чтобы вот эти пагубные привычки, которые были ранее, они также пытались снизить, довести до нет. И не встречаясь с бутылкой водки. Сейчас во второй колонии находятся почти 2000 заключенных. И попасть в реабилитационный центр есть возможность далеко не у всех. За 4 года его работы там побывали почти 400 человек. И ко всем им предъявлялись особые требования. Думают, как у нас как санаторий приходит. У нас обязательно критерий, человек должен работать. У нас, к сожалению, нет там свободных коек, чтобы человек просто у нас валялся. Обязательно человек должен работать. У нас сухой закон. Пока бывшие заключенные живут в общежитиях. Все обеспечивает центр. Однако, по словам сотрудников, ресурсов уже не хватает. Им в помощь соглашение между УФСИН России и президентом республики. Создание реабилитационного центра в Казани. Это для нас очень важно. Потому что революционный центр ранее судимых лиц обеспечит во многом профилактику децидивной преступности. В этом направлении отряд адаптации уже себя зарекомендовал. Только 5 подопечных из 100 возвращаются за решетку. Новый центр реабилитации, возможно, и вовсе сведет эту цифру к нулю. И к другим темам. Вместо ранцев автоматы в преподавателях полковники. Сегодня в Казани выбирали лучшего учителя республики по ОБЖ. Главные уроки от учителей в военной форме, эвакуации при чрезвычайных ситуациях и основы военной службы. Как 30 минут урока в будущем могут спасти жизнь за секунды. Салават Мухаммадуллин. Нам понадобится марлю, чтобы ее смочить, приложить к носу и рту и сквозь нее дышать. Ватный марлю, укладываем? Укладываем, да. Противогаз, фонарик, компас. Почти все. Из необходимых вещей на столе школьники оставили документы и свисток. А потому 4. Такую оценку за урок получили казанские восьмиклассники от Сергея Сысоева из Буинска. Кроме сбора тревожной сумки, школьники попробовали сегодня и загерметизировать помещение. Конкурсы не для того, чтобы, на мой взгляд, выявить какого-то победителя. Это приобретение опыта. На сегодняшнем уроке показал аспект деятельности или действия населения в чрезвычайной ситуации. В ситуациях, что немаловажно, мне кажется, на сегодняшний день. В ходе последних событий особенно. Держат в уме недавние события и школьники. А потому срез знаний по итогам урока проходят на отлично. Узнала, как делать эвакуацию, как, соответственно, собирать вещи и какие нужно брать с собой вещи в случае чрезвычайного происшествия. Я отмечу лично для себя технику безопасности. И вот я научился, как правильно эвакуироваться и правильно загерметизировать окна в помещении. Раненых и военнопленных отконварирует штаб. С автоматами в касках и даже с военными корреспондентами – это урок ОБЖ у 11-классников. Основы – военные службы. Такая интеграция школьников в работу в военных в случае непредвиденной ситуации может помочь избежать паники среди них и их родителей. Основной задачей, в принципе, основы безопасности людей является не проведение заучивания каких-то приемов, способов, а воспитание культуры безопасности людей. То есть, чтобы у ребенка с детских лет была воспитана культура безопасности. Ощущение предвидеть, не попадать и выйти из этого. В финале конкурса 18 преподавателей со всей республики. Победитель получит путевку уже на всероссийский конкурс. Его имя объявят завтра. Слават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Особенные не значат не умеют дружить. В казанских школах сегодня прошли уроки дружбы и согласия. Ученикам рассказали, что такое аутизм и как общаться с такими детьми. Специальных классов для детей с психическим расстройством нет. Они учатся вместе. Поэтому важно объяснить, обделять вниманием аутистов не нужно. Анна Городнова продолжит тему. Эйнштейн был не таким, как все. Эйнштейн, Моцарт, Ньютон. Об их непростой судьбе и гениальных возможностях рассказывают школьники. Все эти известные люди были аутистами. И взгляд на мир у них особый. Вот и дети сегодня на значках написали, что их отличает от других. Я хорошо рисую. Я люблю собирать любой конструктор. Я очень люблю читать. Не играет со сверстниками, избегает общения, привязан к одной игрушке или может резко закричать. Проявлений аутизма много. Сколько точно таких детей в Татарстане официальной статистики нет. Чтобы помочь им адаптироваться, в Казани с прошлого года работает инклюзивное обучение на базе двух школ. Дети с расстройством аутистического спектра учатся в обычных школах. Просто у них есть специальные ресурсные классы. То есть часть времени они находятся в регулярных классах со всеми детьми, а часть времени в своих ресурсных классах. То есть чтобы дети и родители понимали, что за заболевание. Вообще как нужно себя вести, как реагировать. Изучаем все это. Это новая область для нас, поэтому нам сложно, но интересно. Потому что среди детишек наверняка есть такие дети и встречаются. Они все разные. Они мыслят хорошо, задачки решают. Люция Мухаммедшина работает с такими детьми почти 40 лет. Но раньше, говорит, их не выделяли и специальной программы не придумывали. Просто все списывали на плохое поведение. Сначала вот с другими детьми надо работать. Научить их хорошо, по-доброму относиться к таким детям. Чтобы они не чувствовали, что вот какая-то разница есть. Я хочу познакомиться с такими людьми, потому что хочу их больше узнать. Можешь дать им счастье на то, чтобы они не стеснялись того, что они такие странные. То, что они в нашей школе. Да и странными их назвать даже трудно. Под музыку Моцарта все значки со своими особенностями школьники собрали в одно дерево. Знак того, что они открыты и готовы к общению с любыми детьми. Анна Городнова, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Скворцы прилетели и дома для них уже готовы. Казанские школьники смастерили более 200 скворечников. Все птичьи домики переданы Минлесхозу. Уже середины марта их развешивают в пригородном лесничестве. Алина Бережная узнала, когда ждать перелетных новоселов. Подальше от дороги, 4 метра над землей, проволоку вокруг дерева. Покрепят лесники-скворечники по особым правилам. Вешают скворечники на толстые деревья. Преимущественно это дуб, так домики держатся крепче. При этом скворечник должен смотреть в сторону востока, на солнце. Так птицам комфортнее жить и размножаться. Синицы, дятлы и волги поползнем в лесах Татарстана больше ста видов птиц. Весна пришла, а ее вестники опаздывают. И хотя Москва уже встретила грачей, в Казани не прилетят. Не та среда, говорят лесники. Зато уже через неделю в лесах республики запоют скворцы. Мы помогаем птицам, развешиваем искусственные гнездоя для привлечения их. Они приносят большую пользу лесу. Уничтожают много вредителей. Поэтому чем больше птиц в лесу, тем лучше. Ждут птицы школьники. Своими руками они мастерят птичьи апартаменты. В зоне пригородного лесничества мы развешиваем около 200 скворечников ежегодно весной. Нам, то есть изготавливаем их в цехах, нам в этом активно помогают учащиеся школьного лесничества. Их привлекаем в воспитательных, конечно, больше целях. Поселятся новоселы в новые дома уже через неделю. Всего по республике развешено больше 3000 скворечников. Алина Бережна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Выиграли, но не смогли пройти дальше. Волейболистки Казанского «Динамо» не сумели выйти в финал четырех лиги чемпионов. После поражения в первом матче раунда шести задача у команды Решата Гелезидинова была непростая. На своей площадке нашим девушкам необходимо было одолеть итальянский Канельяно не более чем в четырех партиях и надеяться на удачу в золотом сете. Хозяйки площадки уверенно взяли первую партию, но затем отдали две подряд. А с ним и путевку в финальные матчи. В качестве утешения «Динамо» выиграла матч со счетом 3-2. Самым результативным игроком матча стала Ирина Воронкова, набравшая 20 баллов. Теперь все внимание команды будет приковано к российскому чемпионату. В принципе, очень много времени, еще 32 недели. Поэтому и силы накопим, и эмоции, потому что сегодня очень много было удано эмоций и сил. Будем готовиться к чемпионату России и к финалу. Репетиции перед плей-офф. Ватерполисты казанского синтеза сдают экзамен в преддверии важных матчей чемпионата России по водному полу. Перед последней четвертью казанцы проигрывали в один мяч. И тут главный тренер пошел на вынужденную меру, сменил вратаря на играющего тренера Николая Максимова. Уже практически завершивший карьеру Максима и сам не ожидал такого полуорота событий. В результате команда преобразилась. Казанцам удалось не только сравнять счет, но и выиграть игру в четыре мяча. Итоговый результат 14-10 в пользу синтеза. В середине апреля для команд российского чемпионата стартует плей-офф по водному полу. А финальные игры запланированы на май. Сборная Татарстана стала бронзовым призером чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования завершились в Нижнем Тагиле. На турнире принимали участие спортсмены из различных уголков нашей страны. От Москвы до Сахалинской области. Татарстанская сборная, в состав которой вошли Максим Сергеев, Александр Логинов, Артем Раджепов и Данил Садреев, в упорной борьбе заняла третье место в командных соревнованиях. Золотые медали завоевали прыгуны из Нижегородской области. Серебро досталось сборной Московской области. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска и заготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой. По вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Яркое весеннее солнце беспощадно расправляется с сугробами. И в предстоящие сутки в республике будет солнечно, без осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана ясно, без осадков, до 4 градусов тепла. На северо-востоке ожидается ясная погода, там будет до 5 градусов выше 0. На севере республики ожидается переменная облачность и до 5 градусов тепла. На северо-западе Татарстана местами облачно и около 5 градусов выше 0. На юго-западе республики будет ясно, без осадков, там температура воздуха составит плюс 7 градусов. В центральном районе республики переменная облачность и плюс 6 градусов. В последующие сутки в Татарстане ожидаются дожди. В Казани будет облачно, без осадков, до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok